Музей помогает сохранить в памяти людей то, что осталось от предков, традиций, обычаи прошлых лет. Жители села Копчак с большой радостью передавали в музей различные орудия труда, инвентарь, предметы быта и редкие документы. В музее также представлена история жизни села на различных этапах. У нас четыре детских сада, я начну про детские сады. Это такая возможность нам большая, мы своих деток сможем приносить сюда на экскурсию. Они смогут не только на фотографиях увидеть, а еще и вот эти вот, своим глазами посмотреть на эти атрибуты старинные, увидеть, даже потрогать вот это вот, то же самое дерево, это намного значимо, чем мы презентуем на фотографиях в наших группах. Мы очень большая благодарность, что смогли это сделать все вместе, открыли наш детмузей, который смогут посетить все жители и останется большая память. Директор этнографического музея Георгий Диличибан также отметил весомый вклад жителей села Копчак в пополнение элементов старины для музея. Первые полгода мы занимались реконструкцией музея, вторая половина ушла на обустройство содержания вот этого зала и остальных залов нашего музея. Очень помогали люди, которые отзывались на мои просьбы о предоставлении каких-либо документов, предметов старины. Все эти люди с удовольствием делились и я с радостью их выставил на стендах нашего музея. Жители отметили, что открытие музея – это важный шаг в развитии и сохранении культуры народа. Они и дальше намерены пополнять музейные фонды. Музей для нас, конечно, большая история. История нашего народа, история нашего села. Я считаю, что проделана очень большая, огромная работа Георгия Ильича. Думаю, что достойного директора выбрали. Он очень заботился. И наш научный центр большую лепту внес тоже в этот музей. Научный центр подарил 50 книг. Очень важно было, чтобы мы здесь могли не только хранить предметы, но одновременно, чтобы были те люди, которые рассказывали. Чтобы одновременно не было только память того далекого поколения, когда мы знаем, что люди обрабатывали землю, что люди там ценили семью, имели веру. И могли иметь очень красивые традиции, но также, чтобы всякий посетитель, который входил, чтобы он мог почувствовать в своем сердце часть этой привязанности к этой истории. И чтобы он чувствовал, что он преемник всего того культурного наследия. Если мы видим, что это нужно для всего села, что это действительно важный элемент развития нашей культуры, истории и традиций, то мы обязательно найдем финансовые ресурсы в будущем, сделаем капитальный ремонт и инвестиции в это здание для того, чтобы музей получился действительно большим, огромным, по примеру, села Аударма. Как отметил директор музея Георгий Диличебан, все работы по открытию музея были профинансированы за счет бюджета премьерей села Копчак. Олег Дулог, Леонид Афанов, ГРТ Новости.